Его звали Геральт из Аривии. Он был ведьмаком, убийцей чудовищ. Субтитры сделал DimaTorzok Мы были в город, не в город, Вазима, мы и окрестности Вазима, да, 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 ой, что-то так быстро делить стал. Держись подальше от склепа. Он кишит чудовищем. Некрасный, я знаю, куда мне надо. Мы ждем помощи от рыцарей Пылающей Розы. В Вазиму ты не попадешь. Городские ворота закрыты. Ладно, понял. О, второго. Приветствую. Приветствую. Что за жалкое место. Я застрял здесь вместе с товаром, а в городе меня ждут жена и дети. А я-то при чем? Вы не можете попасть в город? Ворота вы зимы закрыли из-за чумы. Боги свидетели. Ничто так пагубно не влияет на торговлю, как эпидемия. По тебе не скажешь, что это влияет. Наверное, мне придется просто подождать. Большинство больных уже умерло, но звери-разбойники теперь распространяют свою собственную чуму. Не хватает только сборщиков налогов. Ну да. По тебе ударит. Да. Да. Ну-ка, расскажи мне о чуме. Что тут сказать? Это разновидные уголные чумы. Ради собственной безопасности я стараюсь держаться подальше даже от тех, кто чихает. А ты разве не боишься? У меня иммунитет к инфекционным заболеваниям. Мой дед утверждал то же самое. В конце он настаивал, что его бугоны всего лишь прыщи. Да будет земля ему пухом. Да. Да. Что тебе известно о звере? Что тебе известно о звере? Местные пытаются держать это втайне, но мне удалось подслушать, что зверь это нечто вроде призрака. Он появляется из неоткулера и жестоко убивает тех, у кого совесть нечиста. Интересно. Придворные нашего короля стали бы настоящим деликатесом для зверя. А другие призраки видимо служат ему в виде уханьих гонщиков. Ну хотя да, хотя дырить можно. Вот и все, что мне известно. Да. Надо будет расспросить местных. Да. Я не могу. Разбойники. А разбойники в предместье есть? Еще бы. Сами себя они называют милицией. Ооо. А деньги, которые они вымогают взятками. Такое небольшое. Еще говорят. Небольшое такое, знаете. В предместье появилась какая-то секта из Визимы. Но это все, что я знаю. Ты говоришь о людях, которые носят символ саламандры? Ага. Я никогда с ними не встречался. Поговори с преподобным. Если это секта, священник точно должен об этом знать. Ладно. Я так и сделаю. Да. Да. Что это? Покажи свой товар. Ага. То есть он что-то продает. Бляха. Это у него какие-то книги. Плоды Болиса и Япония, мать. Лепестки Чим. Чикаго. Чимирицы. Прекрасно. Так, ладно. Давайте продадим чего-нибудь ему. Все, что я могу продать? Серьезно. Это. Мне интересует, не интересует. То есть кто-то тебя интересует. Но это мало. Да что-то тут ничего не продать. Ладно, все, давай. Пошел я. Бочка, бочка, путешествуй. Путешественник. Здорово. Я кое-что слышал о вашем братстве. О, уже хорошо. Из-за этой проклятой чумы закрыли ворота в Изине. Я тут ни при чем. Что там? А, нет, ничего. Мне здесь не нравится. Народ только ходит. Жуткие времена. Ты кто таков? Чужак? Что тебе нужно? Вы здесь всегда так тепло приветствуете чужеземцев. Конечно. Местные, чужаки. Какая разница? Зверь всех сожрёт. По-моему, он плачет, а не пьяный. Рад, что удалось найти общий язык. Да. Отпразднуем это дело. До встречи. Мне пора. Отпразднуем это дело. Господи. Неизвестное... Что? Что? Неизвестное растение. Рекрасно. Неизвестное растение есть. С тобой можно... Из-за этой проклятой чумы закрыли... А, как я тут бляха-муха. И что вы меня путаете-то, а? Во запутали-то. Что, наёмник. Алло. Её пономать. Неизвестное растение. Неизвестное растение. Наёмник. Чё? Доска объявлений. Может, и для ведьмака найдётся работа. Конечно, идёт. Так. Обращать внимание на объявления. Размещают доска ходить. Для объявлений. Щёлкте прогноз. Ну, понятно. Щёлкнем. Только там очень известных растений. Они все наружи. Я понял. Мне выйти надо. Путешественник. Травник. Да ладно. Никто не знает. Наемник, наверное, видимо, внутри как-то. Ладно, давайте доступили. Чё? Пу, блин. Не ту кнопку нажал. Всё, возьмём. Так, давайте вообще прочтём. Как бы у меня тут... Эээ... Прочитано. Прочитано. А то у меня дохрена всё чё-то тут есть. А я это не читаю. Прочитано. Чё ты? Вот алкашня. Я не на ту кнопку нажал. Так. Прочитано. 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 Чё, дохрена всё прочитано? Проходим. Проходим в таверну. Заходим, заходим. Не стесняемся. Смотрим, что тут у нас. Угу. Что так? Как тут? Так, в таверне можно отдохнуть. Для этого погодиться трактиричками, щёлкнуть по иконке медитации. Ставить вещи, сохранить. Погодить трактиричками, щёлкнуть. Сможете получить вещи обратно в любой таверне. А, во, прекрасно. Чё. Здорово. Хм. Три унции оптимоматор. Капелька раствора ртути. Пардон. Чтоб я задумался. Ты кто? Приветствую тебя. Приветствую. Я Калькштейн, алхимик. Ну ладно. Геральд, ведьмак. Ведьмак? А сколько ты возьмёшь за разрешение на исследование твоего тела? Тебе не по карману. Ты бы так помог науке. Ну ладно, так и быть. Хотя я принял тебя за человека, который ценит точные знания. Чё ты? Я уважаю науку учёных и алхимиков тоже. Я ожидаю того же знания. Вот именно, да. Понятно, понятно. Хм. Тогда может быть согласишься на посмертные вскрытия? Моё уважение к алхимикам стремительно испаряется. Ну хорошо, хорошо, простите. Я надеюсь, он не мешает вентилятор. Говорят, тебе нужна кровь Гуля. Говорят, тебе нужна кровь Гуля. А у тебя есть? Я зайду к тебе, если мне удастся собрать нужное количество. Кровь нужна мне для исследования. Поторопись. Хорошо, понял. Стоп, погоди, мы не договорили. Что привело тебя сюда? Поговорить с тобой я хочу. Ты не похож на местного жителя. Ты вообще на человека не похожа. Какая-то рыба, блин. Приплизывая морда, серьёзно. Я возвращаюсь в зиму с большого съезда алхимов, пиромансеров и геомансеров в Оксинфурте. Чудесный город, ведьмак. Колыбель науки. Не смеваюсь, суди что. Вы на съезде пришли к каким-то конкретным выводам? Потрясающий опыт. Я представил мою диссертацию. Конкретным? Такие съезды мы организуем не для того, чтобы говорить о конкретных вещах. Я не вполне уловил мысль. Наука это великая река с множеством звучений, водоворотов и пыль. Не предательских мелей. У одинокого платовщика нет никаких шансов познать все тайны этой реки. Чё, это меня платовщиком сейчас назвал? Он должен прибыть в Гавань и поделиться тем, что узнал с другими платовщиками. Понятно. Напиться и потратить последние деньги на шлюх. Теперь я лучше понимаю, что это за конференции. Хм. Наука как река. Бесконечная, неостановимая. Пардон, я задумался. Да, ничего. Ты говорил о возвращении в Изиму. Да. Да. Из-за этого карантина я зря теряю время в трактире. Я провожу опыты. Меня ожидают опыты невероятной важности. А я что делаю? Сижу в этом дурацком месте и поглощаю спиртное. Да еще к тому же плохо очищено. Ну а я тут причем что-то... Я написал письмо моему другу, он тоже алхимик. Он моя единственная надежда. Может пришли... Ну да, нужен пропуск, да? Ну что ж, удачи тебе. Спасибо. Они должны впустить меня, должны. Да ладно, ладно. Ну давайте, спросим. А ты всегда просишь у людей разрешения исследовать их? О, у меня тоже крюк есть. Конечно нет. Но ты же мутант. Научно усовершенствованный, нечто неестественное. Это все объясняет. Не обижайся, я просто полюбопытствую. Да, ничего, нормально. Нужна помощь ведьмака? Нужна помощь ведьмака. Да, прочитай объявление, которое я повесил снаружи. Я хотел, давай, расскажи мне. Я хотел, чтобы ты рассказал мне. Оболхи меня, пожалуйста, расскажи. Ну, наконец-то. Вот человек, с которым имеет смысл разговаривать. А я-то думал, местных жителей не интересует ничего, А я не местный житель, как бы. Во-первых, я не местный. Вот, да. Во-вторых, если бы местные жители думали об алхимии, алхимики бы первые умерли с голода. Ха! Типичная близорукость. Ведьмаку. Алхимия — это мать всех наук. А знаешь, почему? Нет. Да потому что она позволяет нам познать мир. Все, что тебя окружает, это та самая алхимия, которую ты так неумело высмеиваешь. Да не высмеивай. Такие процессы постоянно идут в твоем теле. Они позволяют тебе есть, дышать и испражняться. Вот последнее, так особенно важно. Более того, именно они причины всех твоих мыслей и чувств. Алхимия — это жизнь. Я запомню. Давайте сменим тему, пока крестьяне не сожгли нас за ельц. Никому еще не удавалось заткнуть рот науке. Ну ладно, что ты хотел узнать? Сразу такой, ну ладно, да, все. И как ты получаешь свои алхимические основы? Как ты получаешь свои алхимические основы? Нужно специальное оборудование, чтобы получить хороший дистиллят. Лично я использую двойной атонатор с перегонным кубом. Дополнительно оборудованный ректификционной колонной и медным охлаждением. Нихрена себе ты загнул. А если у меня под рукой нету двойного атонатора? Вот именно так. Ну да, полевые условия. Что ж, у Олафа должна быть водка или спирт. И то, и другое можно использовать в качестве алхимической основы. А где? Где мне взять ингредиенты? Где мне взять ингредиенты? Если хочешь сам получать компоненты, тебе понадобятся книги с рисунками и описаниями компонентов, извлекаемых из растений и животных. Можно еще к торговцам обратиться, но они настоящие грабители. Хорошо. Если нужны ткани или органы чудовищ, я нанимаю ведьмака или охотника. То есть меня. Меня интересуют формулы. Меня интересуют формулы. Готовые формулы встречаются редко, и купить их трудно. Но? Я советую тебе экспериментировать и менять рецепты, которые у тебя уже есть. Зашибеть. Многие недооценивают ценность эмпирических методов науки. И что получится? Давай сменим тему. Давай сменим тему. Но мы же только начали. Не, все, хоре. До встречи. До встречи. Я с рыбами не разговариваю. А ты что не наесть? Там что-то кто-то кого-то бьет, по-моему. Ну да ладно. Так. Че? Че там? А, вон внизу. Пиво. Ну, которое я просрал хоть сейчас. Сразу нашел, да? Сколько просрал, столько и нашел. Какой там боец? Что за боец? В смысле боец? Че? Кто? Рита, шапочка? Прекрасно. Чего тебе здесь надо? Че, пиво. Таких, как ты, здесь не привечают. Ты че охренел? Я хотел пиво. Закончилось все. Пу, ща начнется. Ладно. Щас посмотрим, что у меня есть. Спасибо тебе, добрый человек. Допивай, давай. Мы закрываемся. Здравия. Хочешьчик. Еще раз такое сделаешь. И я разозлюсь. Мы же этого не хотим, правда? Нет. Да ладно. Вот и хорошо. Я разберусь со своими делами. И ты меня больше не увидишь. Все. Чем могу помочь? О, сразу же загорел. Я ведьмак. Я ведьмак. Тьфу, тьфу, тьфу. Вечный огонь. Че-то охренел. Это для меня работа. У меня нет. Но ты поговори с преподобным. Всем не к преподобному послать, я понял. Тиром умерла женщина. Но не важно. Я поговорю с преподобным. Чем могу помочь? Че? Память вылечи. Почему здесь так мрачно? Так мрачно. Разве я тебя знаю? Я не веду бесед с чужаками. Даже за пять уринов не ведешь. За пять аренов я с самим королем Фольтестом поболтаю. Ладно, я тебе заплачу, окей. Чума была ужасная. Косило людей направо и налево, а те умирали долго и мучительно. Плачь и стон стоял непрерывно три луны подряд. Если бы не преподобный, мы бы все умерли. Так что ничего нет странного в том, что мы не рады незнакомцам. У тебя с руками что-то не то уже. Удача ума уносит всю твою семью и всех твоих близких. Ты просто без ума от горя. Преподобный спас нас. Он молился целый день вечному огню. Не принимал ни еды, ни воды. Какой молодец-то прям. Его молитвы были услышаны. Он наложил на нас епитимью. И тем избавил нас от греха. И укрепил нашу веру. И руку жодный пил. Мы начали с того, что очистили дома наши от греха и скверны. Мы взялись и на другой день. Всякая скверна была похоронена и забыта. А потом преподобный сказал. Какая скверна-то? В смысле деньги что ли? Вы хорошо сделали, очистив дома ваши от греха. Я знаю, как это было трудно. Я знаю, что это были ваши родные. Но вечный огонь послал чуму в наказание за их грехи. Вы же чисты. Вы будете жить. И мы поверили ему. А затем вышли наружу. Господи, что за пропаганда? Он стоял жуткий. Но мы исполнили свою епитимью. На коленях проползли вокруг деревни. О, боже. И помолились в каждой из пяти часовен. И как мне помогло? На следующий день деревня была тиха. Как будто погрузилась в сон. И с тех пор заболели лишние ноги. Чума забрала еще только... Мне кажется, что чума забрала только потому, что в ползе на коленях, когда холодно было. Не, не, мы не договорили. Чем могу помочь? Я ищу кое-кого, кто остановился в этой таверне. Поищи за столами и в альковах, где собираются гости. На ночь они расходятся по своим комнатам. Если тебе нужно с ними поговорить, приходи утром. Хорошо. Чем могу помочь? Я хочу отдохнуть. Комната есть? Да. Для тебя пять аренов. Не, спасибо. Не, я передумал. Нет, я передумал. Пока что. Так. Чем могу помочь? Успокойся. Можно я тебе уберу вещи? Как-то оставим. Вот все книжечки берем пока что. Нахрен. Уберем всякое пиво. Чернику. И кремень. Эту еду. Да, вот это. Я думаю, сейчас я в трактире-то еще понахожусь его. Че это? Неизвестный эликсир. Ну, не надо нам такого. Селитра. Пока что все убираем. Че это такое, кстати, убрал? Алкоголь? Ладно. Вот это все. Вот все, короче, вообще уберем. Остальное оставим. Да. А то, блин, места вообще нихрена не осталось. Сюда. Сюда. Сюда я к тебе еще вернусь. Все, давай. О, здорово. Рита Шапочка. О, говорит. Боже ты мой. Ты выглядишь устала. Шутят голосом. Это не ты спас того ребенка? Я-я-я. Это была случайность. Случайность? От местных кметов даже случайно добра не жди. Чего тебе принести? Да. Давайте второй вариант. Что-то ничего. Может быть, ты не против присесть тут минутку? Вот уж нет. Я тут на жизнь себе зарабатываю. Кроме того, я честная девушка. Ну ладно. Ладно. Не злись. Не злись. Только глухое слепое мужчина... Как он? Звучит пикап-мастер серьезного тут. Ты точно умеешь сделать комплимент Даме? Чего тебе принести? Покажи свой товар. Что-то там есть. Кстати, можно было что-нибудь продать из еды. А я что-то затупил. Ну ладно, черт с ним. Нам ничего не надо. Шурин мой, например, зарабатывай на них изготовленные инфекции. Я думал, что я ехтащил. Пусть и я присоединился к нему там на болотах. Какой хороший парень. Давай выпьем. Не надо. Давай выпьем. Мне нечем пить. До встречи. Мне пора. Мне нечем пить. Раньше я очистил канализацию в Узиме. О, Шанни. Привет. Еще что-нибудь? Ну да, еще что-нибудь. Пока. Здорово. Ты меня спас, да? Ну да. Да, я помог стражникам. Интересно. Что теперь со мной будет? Куда я знаю? Ты куда-то стороноварь, ты принесла вообще? Нет. Все мои родные умерли. Я останусь тут. Не очень жаль, парень. Мне все равно. Я не знаю. Зашибись, паренек. Нормальный парень. Нормальный парень. Нормальный парень. Нормальный парень. У меня че-то денег нифига нет. Девять. Девять. Там они дерутся. Да все в насрать вообще. Чем могу помочь? Я вещь хочу забрать. А, погоди. Так, давайте мы просто заберем эликсир ласточка, оставляем. Эликсир филинг. Неизвестный эликсир. Ладно. Эликсир пурга. Так. Только с водой. Что-то еще надо. Давайте. Так все. Блин. Я даже не знаю. А, давайте все уберем. Нам бы что-нибудь продать по-хорошему, чтобы... По-хорошему-то что-нибудь продать. Красный метеорит. Так, ладно, потому что 9 монет, это очень галяк какой-то. Жестокий. Но что это? Остает энергию, может так же. Серьезно. Что дохрена все это? Осталось здоровье. Темное пиво. Но коль среди грешни, что я считаю, что он лучше виноват в мире. Ну, мы ставим. Что это? Так, давайте. Ну, реально. Окей. Окей, меня ставим. Пиво оставим еду. Не знаю. Перенесем. Блин, пиво ставим. Еду перенесем. Потому что у нас есть, вот есть это, регенерация здоровья, зачем нам еда серьезную? Продадим ее нафиг всю эту еду. Ну, я так считаю. Не знаю, может я неправильно это делаю. Но, но, блин. Деньги-то нужны. И всякие вот эти напитки там оставим, потому что смазки меча. Ладно. Ну, и вот, вот это продадим, короче. Все равно, я думаю, я еще найду. Все, спасибо. Выйду во двор. Продаду, продам этому, продаду. А, его, наверное, не интересует ни хрена это. Ну, да. Там эту бабеньку, наверное, интересовало бы. Ну, ладно, черт уж с ним. Че уж там. Че уж там. Эм. А где? Вот, травник. Ну, его, наверное, только травой интересует, господи. Да. Товар покажи. Че есть, я тебе. Вот. О. Все, это мы все продадим. Че мы с собой еду будем таскать, серьезно? Че потом, видите, у него это все, видимо, остается, можно будет купить. Ну, вот, хотя бы так, хотя бы так. Можно еще будет потом пособирать, посмотреть, что еще можно будет продать. Столько неизвестных растений, и я офигею просто. Так, ладно, ходь в таверну, пойдем внутрь, и там че-то кулачный бой идет, как я понимаю. И че там? Че ты вы можете делать? Так, кулачный бой, я не видел. Хочешь в драку чужак? Мы деремся за деньги. С тобой? Давай. Че? Я тебе задницы надеру, да еще и заработаю. А, типа я сейчас на этом выиграю? Воу, воу, воу. А как, брат? Желтый, вы знаете, персонаж, с которым вы можете вести кулачный бой. Чтобы атаковать такого персонажа, один раз щелкните по нему, либо кнопку мыши, вы можете ставить блок, нажимай правой кнопкой мыши. Понятно. Грасть, как хочется вырезать кому-нибудь. Ага. Ага. Ах, ты, скотина, попал. Блин. На, те, че. Да ты че, охренелый, бить? Воу. Пузо, о, какие мужики. Фига, ты кроты летит, серьезно, у него даже зубы вылетели, кому сейчас показалось. Опа. Фига, он как. Фига, как радостно. Смотри, какой я, а. Да. Твоя взяла чужак, забирай свои деньги, оставь меня в покое. Так, с небольшим взяли. Никакого вызова. Ну, ну, ведьмак. Че, приветствую. Здесь что, проходит какой-то турнир? Да, мы избиваем друг друга до полусмерти за деньги. Прекрасно. Заручит весьма увлекательно. Если хочешь, чтобы толстый Фред тебе настучал по физиономии, покажи деньги. Сколько? 25 аренов. Расскажи об этом турнире. Расскажи мне об этом турнире поподробнее. Правила простые. Все дерутся друг с другом и бьют друг друга по морде. Кто выстоял, тот и выиграл. Просто и ясно. Лично. 25 аренов. Ну, давай, я буду участвовать. А, 25? Ну, ладно. Я тебя убью, ублюдок. Ладно, ты выиграл. Что с тобой произошло, мужич? Что я получаю? Выбирай. Водку, закуску, кольцо, золото. Ну, давай, золото. Золото. 100 аренов. Подавись. Воу, воу. В смысле? Воу. Вот это ты меня обогатил. Драться хочешь? А деньги есть? Ты уверен, что ты вообще драться хочешь? Давай. Давай. Слушай, у тебя здоровье-то очень есть. У меня-то деньги есть, у тебя здоровье есть. Кто не рискует, тот не выигрывает, как говорят. Ну да, давай. Фига, ты еще и удар мне нанес. Ну, ты один удар мне нанес хуже всех, конечно, но... Офигеть там. Офигеть просто. Ты как там, живой вообще? Нет? Я сейчас на них обогачусь, серьезно. Нафига я там тогда дед... Ладно, продавал. Давай, давай, иди ко мне, а? Опять проиграл. Этого можно было ожидать, вот твои деньги. Ну, прости. Блин, надо было дать ему шанс выиграть, что-то я не подумал. Никакого... Кому бы тут заехать как следует? Так давай. Никакого вызова? В смысле? Я тебя вызываю. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Так давай. Хочешь в драку чужать? Мы деремся за деньги. Да без проблем. Давай. За двадцатку. Согласен? Фу. Я тебе задницы надеру, да еще и заработаю, наверное. Давай. Посмотрим. Я без всяких ведьмальских штучек тебя завалил. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Ты скотина. Я ж булок ставлю. Катитесь. Я тебе морду разобью. Ты большой. Не попадаешь по мне. Вообще не попадаешь, чувак. У меня уже руки кешутся. Ты что, дурак, что ли? Видишь, я нагибаюсь. Ты куда с мной бьешь-то? Алло. На тебе зэта, блин. Воу. Неплохо. Сверху я его накрыл. Неплохо. Видали, да? Вот так вот. Вот так вот. Выкуси. Понял? Что? Все? Обломился? Твоя взяла, чужак. Забирай свои деньги и оставь меня в покое. Без проблем. Еще подеремся? Мы больше не будем с тобой драться. Ты жульничаешь. Конечно. Страсть, как хочется вырезать. Страсть, как хочется вырезать. Сколько я заработал? Фу, нормально. Ребята, вообще, я к вам почаще буду заходить, да? Вообще, это неплохо так получилось-то. Пусть ошибись, вообще, мне понравилось. Охренеть, я просто пришел, по морде надавал всем и заработал на это деньги. Шикарно. Наверное, будет вернуть сюда, если будет возможность. Обидно. Обидно, что только... Можно было бы такой, знаете, спот для постоянного грабежа людей. Ворота. Можно мне выйти? Наверное, можно, поэтому давайте мы на этом сохранимся. И уже увидимся в следующей серии. Потому что эта серия получилась такой, знаете, забойной. Надрали жопу. Можно и нельзя. Да. В общем, до новых встреч на канале. Надеюсь, вам нравится. С вами был Пумба, игровой канал Тимона Пумба и Налы. Вы помните, что делать, да? И обязательно делайте это. До новых встреч на канале. Всего вам хорошего. Увидимся. Пока.